привет ребят сегодня я постараюсь сделать наверное заключительное видео по эдему вот финишировать так сказать рассказ и сегодня мы поговорим наверное самое главное да забыл нет на следующей неделе у нас придут награды и запишу видео вскрытие наград вот ну как минимум наверно с двух баз своих где я получу хоть какие-то награды вот на других к сожалению дело не так обстоят хорошо но посмотрим может я что успеть там еще сделать не суть сегодня я расскажу про награды цели сколько здесь много интересных задач и в целом что необходимо гильдии чтобы получить ее игроку непосредственно чтобы получить все награды и так здесь я использую как видите немножко другую свою базу суббазу первенец а вот ну да здесь немножко дела получше с наградами но точнее с моими личными там зачетными делами и так первое что у нас есть здесь вот во вкладке да у нас есть награды сезона это первое и самое основное там вы будете смотреть все свои награды вот но для начала я вам покажу еще такие мини задания для гильдии которые очень важны вот и если у вас в принципе нормальная гильдия то все эти задания выполняются чем они важны это тем что они там достаточно неплохой бонус по монетам dd для этого мы заходим вот сюда в задание мы сюда еще вернемся и вот здесь сверху есть задание гильдии видите на и здесь у нас сколько семь штук всего они распределены на периоды ну то есть среднем там одна неделя на одно задание то есть есть у гильдии у всех членов чтобы ее выполнить задачи несложны как видите на описание нужно нажать на паузу посмотреть ну первое задание захватить там 500 территории 9 уровня и выше вот награды соответственно если там 500 территории это 6 еще 5000 монет если 1000 территории то 5 и 6 то есть и 1 и 2 и если 2000 территории 9 уровня то все три награды мы получаем не только одну все три ну первое здесь по монетам ничего такого особенного но дальше уже и чутка посерьезнее ну то есть в принципе 36000 монет в каждом задании будет лежать ну и последнее гильдия достигает 600 очков совоевания здесь же самое финальное что побольше то есть среднем где-то здесь наверное выходит под 200 или с копейкой тысяч монет д.д. как бы мелочь но на самом деле очень даже не мелочь а приятно итак идем к основным наградам награды сезона здесь как вы видите есть три вкладки война гильдии завоевание гильдии и личные достижения это все разные задания разные награды и их можно получать теперь вернемся к самой сути что у нас здесь для топ-1 имеется ввиду награды здесь немножко по-другому да то есть я вам сейчас покажу предыдущих видео вы могли видеть да там список гильдии у каждого свои очки завоевания здесь нет такого как в dd что если там гильдия идет в рейтинге там списке там 1 2 3 то они там занимают там топ-1 топ-2 топ-3 нет здесь есть определенные определенные важные условия которые нужно выполнить чтобы получить награды вот если вы хоть одно из этих условий не выполняете то соответственно вы награды не получаете итак сейчас пройдемся по каждому из них по топ-1 буду показывать самые интересные награды покажу наши которые должны быть что здесь самое важное что здесь написано вот все что необходимо выполнить чтобы гильдия взяла награды топ-1 захватить общей сложности структур зданий мостов и так далее городов на 1600 очков и в то же время занять центр миром то есть центр карты тоже за ней принципиальная разница здесь в чем те структуры которые вы захватываете на карте они вам приносит очки сейчас я покажу разные и всякие бонусы если это города они там к производству прибавляют но если гильдии эти структуры теряя да то есть другая гильдия перезахватывает их то очки вы тоже теряете поэтому это не просто нужно захватили и ушли а потом другие захватывать нет нужно захватить и удержать это до самого конца эдема почему очень часто и происходит вот гильдии все договариваться особенно топы да кто какие города берет здание ключевые позиции вот чтобы получить награды и все на этом эдем становится скучным неинтересным все просто долбят плитки и выполняют свои личные задания все остальные вот но так оно и есть в принципе было бы глупо все-таки воевать полтора месяца постоянно но вообще да вот поэтому чтобы выполнить это все люди как бы и договариваются и распределяют все эти моменты поэтому идем дальше вот здесь вкладочка награды правления 2 видите здесь уже будут немножко похуже на ну давайте да к себе наградам топ-1 постоянно очень часто дают вот такой вот скин который работает там на время на 60 дней если не ошибаюсь тут будет написано получше да ну он дает бонусы атаку защиту в завоеваниях то есть в даймах что еще у нас вот такая вот вещь появляется в наградах в самой базе да ну то есть когда вы заходите там где места и подарки вот здесь вот тоже появится такой атрибут на 30 дней 5 купонов x сразу же получаете но этот топ-1 это во-первых награды топ-1 гильдия здесь ведь и наград побольше гильдия нам рассчитана на 200 игроков поэтому наград будет тоже 200 награда первое то что мы сейчас смотрим это награду для рп или дальше будут ключевые награды то что в дд было 9 здесь их 19 опять же из-за того что людей больше дальше тут награды главных сил их 90 и награды членов тоже 90 но не как видите немножко отличаются да то есть в купонах иксов то есть есть небольшое отличие где-то может даже не очень не просто большого на 10 купонов или 20 но как бы да ну давайте посмотрим самые жирные да то есть пять купонов иксов карта выбора с 14 ну то есть вы выбираете себе купоны любого сезона и там вы гарантированно случайного героя получите ну то есть допустим выбирайте вы за 4 купона себе 4 с 4 купона допустим и вскрываете их получите 4 рандомных с 4 героя то же самое с иксами вы только можете выбрать там на гранах я покажу уже как их вскрывать то есть там три сезона иксов x1 x2 x3 и вы выбираете где он более интересный герой вы там их скрываете но тоже получаете случайно ну и обычные купоны которые дают гарантированно рыжего там может повезет он выпадет с 1 из 2 из 3 4 или обычный 50 к алмазов 250 тысяч монет но деньги понятно но у топов еще есть купоны дальше купонов не будет особо нового ресурс понятно ключевые награды те же 5 иксов если это топ 1 на тут их три вместо четырех здесь тоже 3 но видите монет не поменять монет везде по 250 что самое важное и так награды топ-2 это был топ-1 здесь как видите уже нужно взять не 1600 а 1200 очков и уже не нужно брать центр мира нужно взять столицу 6 уровня две штуки что это означает это я покажу на карте у нас на карте демо 4 столицы 6 уровня то есть две гильдии могут получить награды за топ-2 2 они находятся у нас вот здесь они ближе к центру столица 6 уровня ну и соответственно по логике да это будет столица 5 уровня их здесь она находится столица 5 уровня как я вам показал в каждом регионе в которой старых которым стартуют ребята то есть если у нас 6 уровней всего 4 ближе к центру меньше регионы то здесь их у нас два четыре шесть восемь девять на смешку из три три шесть семь восемь восемь все все правильно я туплю и так награды соответственно как видите немножко отличаются уже похуже каких что ему хотя но монет уже не 200 это 200 здесь те же 53 тут можете уже потом смотреть будет на это время их поизучать но для этого нужно взять две столицы что уровня то есть только две гильдии могут претендовать на топ-2 места 2 да это возможно и по очкам и по столицам награды управления за топ-3 так я уже сказал у нас восемь столиц пятого уровня здесь нужно взять их две всего то есть четыре кильдии могут получить награду за топ-3 4 одновременно потому что 8 столиц ну и соответственно мы эти тоже награды как раз наша кильдия будет получать нужно иметь 800 очков захвата и выше и 2 столицы награды здесь но у топов будет тоже вот такая вот есть добавится в подарки базы нас даст некоторые бонусы плюшки r5 получит 4 пикса три карты на выбор 3 обычных и 150 монет ключевые награды тоже 4 но здесь 2 и здесь вот ну скорее всего я рассчитана вот эту вот награду главных сил на два купон x на один на выбор один обычный и 150 монеток как видите немножко но они отличаются конечно но ключевая награда конечно будет отличаться все таки для топ-19 игроков сильно упарывается скажем тогда ну как будет за что вот и дальше все то есть это вот места топ-1 топ-2 топ-3 те которые вот определенные условия дальше проще награда завоеваний то есть условия которые нужно выполнить это захватывать на 500 очков и удержать все как бы больше вам ничего делать не нужно никакие там столицы брать еще что по захватывали там всякие мостики города ну и пытайтесь их удержать вас их не отжали и все как бы да и дальше все проще на 500 250 что и 30 сам последний награда самая слабенькая 30 очков ну говорю вам сразу это два маленькие города первого уровня не дают по 15 очков то есть два города взяли если вы договорились что у вас их не заберу все окей вы получите награды ну или взять шесть маленьких мостиков они по 5 очков вот у нас вторая гильдия где нашему менее активные ребята сейчас находятся на этой карте они будут получать эти награды мы договорились что наша вторая гильдия из которой мы мигрировали более сильно сохрани 30 очков им нужно вот сейчас осталось у нас два дня до конца эдема в понедельник уже все и нужно чтобы идти никто у них не отжал эти и их там города и и цемп структуры поэтому обычно в конце дыма ребята очень часто перемещаются не перемещать по несколько пас к своим структурам чтобы ребята последние дни контролировали потому что последний день воскресенье здесь могут отжать война здесь происходит как-то дек уже не заговорил нет вторник четверг воскресенье но с пяти утра до пяти утра если это допустим взять вторник с пяти утра вторника до пяти утра среды по мск структуры могут быть захвачены ну то есть соответственно можно в последний день просрать все скажем так ну тот был последний пять очков и до свидания ну не суть и так что же нужно делать чтобы получить наши очки вот наши гильдии на вот то что я вам говорил мы претендуем на награду топ-3 у нас не 800 875 здесь и дым немножко кривоват говорю сразу здесь гильдия которая держит топ-1 она заняла еще две столицы 6 уровня поэтому у нас топ-2 получит только одна гильдия поэтому как-то так ребята поделили у нас 875 и у нас две столицы пятого уровня где они господи вот они наши она выглядит так и столица пятого уровня и 2 мутно в чужом регионе забрали пятого уровня ну соответственно видите да наш цвет такой фиолетовый на карте видно все наши структуры которые мы там держим но и другой цвет допустим не нужно понимать вот ну и соответственно что дает вот мы нажимаем просмотр если это столица пятого уровня она дает показатель захвата 70 очков нам надо 800 до понимает так какие очки производства своих материалов и вот это вот скорость похода в предела города у каждого города именно именно города ведь вот этот вот белый квадратик это скажем так регион города когда он наш меня сюда вот захват плиток поход ускорять важная особенность когда чужая гильдия любая там или вы там будете пытаться взять чужой город он уже будет чей-то захвачен не нейтральный то вы не сможете сюда поставить базу вплотную допустим вот здесь он не даст игра построить телепорт но если город будет нейтральным ничей не еще выпусть вы первый раз его захватывать и большего никто не захватывал вы можете поставить базы вплотную поближе и захватывать если он уже чей-то то вы можете базы ставить только отсюда вот за белой линией почему и есть такой бонус есть такой бонус вот скорость похода в пределах города оккупанта что это означает что мои бтр и быстрее за пойдут если я их отправлю в район города зачем это делается все просто если допустим происходит скажем так несанкционированных захват до вас кто-то пытается жить город вы на это не готовы вы не договорились об этом вы быстрее сюда пригоните ваши бтр ну не попытайтесь построить телепорт передвинуть базу и удержать город вот что еще ну в принципе хоть есть тут по-другому сделали немножко красиво но есть тут города до город третьего уровня не есть у первого второго третьего четвертого по моему и все пятого уже столица можете ошибаюсь но то такое разница в чем они дают одинаково очки то почти одинаково да пришел третий уровень дают 30 очков 1 нас 15 нужно будет здесь смотреть ну и соответственно чем выше уровень города тем больше вам нужно иммунитета чтобы его пытаться захватить вы соответственно тем больше у него очков прочности соответственно очень важно здесь видите вот здесь вот когда я нажимаю меняется не помню рассказываешь нет расскажу еще раз меняется степень заражения сейчас обратите внимание нажимаем там 4200 потом 5600 4200 это не баг нормальная вещь здесь вот на очках прочности тоже есть зеленая полоса видите и красная вот когда эту зеленую полосу убивают все не ошибаюсь это 20 процентов от общей прочности города вот когда ее убивают во-первых город начинает гореть во вторых у него понижается иммунитет да вот как там было 4200 ну то есть очень часто так бывает что не у всех ребятам в какой-то момент есть нужный иммунитет а у кого-то есть ну и соответственно там они у кого их его достаточно такой первыми сбивают эти 20 процентов но и остальная банда основная масса подключается после этого и таким образом берутся города потому что ну как бы три с половиной миллиона очков прочности и сами понимаете нужно бить долго ну тот же центр мира это 5 миллионов прочности видите на ну по атакам все в принципе как как и везде то есть нужно взять один район там потом пройти сюда дайте самое главное того столицы центра и лупить ее все остальные районы можно потом не бить они сами автоматом захватиться вот это главное как как его подвести плитку есть менее важное здание структуры допустим да то есть вот такой вот застава первого уровня 5 очков дает то есть видите сколько нам нужно было для 800 очков наклепать вот все что фиолетовым это наша за структуры здесь то что мы по захвата вот посреди нас еще есть но это наши ребята на это вот наша вторая гильдия dc они у нас сейчас покажу 35 очков у нас там тоже ребята играют вот они тоже получат свои награды во всяком случае хоть какие-то вы если они сделали 10 очков как в беде то есть но это несложно видите есть очень много гильдий которые ну конечно многие брошенные но я уверен кто-то здесь тоже находится и он не получит никаких то есть если у вас показатель захвата 0 или 25 или еще меньше все вы не получаете награды если 30 уже хоть какие-то получаете то есть ну вот эти вот допустим ребята у них 10 но машине конечно кого-то отожмут последний момент но у них шансов мало мод 50 очков до 90 человек награды за 50 очков но она ее нет они получат награду за 30 . все равно если они добьют дальше до 100 по-моему то они получат вот вот 8 x наши ребята мы с ними играли тоже 825 у них насчет столицы не надо смотреть но скорее всего да у них тоже должен быть две столицы пятого уровня то есть награду за топ-3 здесь получат вот эти или возможно еще вот это потому что по моему у кого-то столицы нет это будет топ-1 это будет топ-2 это возможно будет с нами но нужно смотреть по столицам то есть не очень важно на самом деле чтобы в дыме ребята договорились и и лишняя столица не отжимали а уже все уже нормально и 5к вот ведь они желтого цвета здесь бирюзовывает нас их с ним да все они нормально они получат награды за топ-2 тогда все отлично все у нас нормальный дым все поделили все вот я говорил да то есть гилье на первом месте получит награды стоп-1 на втором и на третьем месте получит награды за топ-2 и 3 получит награды за топ-3 хотя должно быть 4 кто-то видно столицу не отдал вот это будет у нас один этого вот это будет топ-3 вы видите на какой немножко отличается кто-то отжал столицы лишние да ну да вот я уже вижу по цвету дошествия наши топ-1 они могли бы отдать эти две столицы кому-либо и кто может набрать 800 очков они бы тоже получили награды за топ-3 но этого не случилось вы понимаете да то есть все стартуют с песка и потихоньку начинаются идти и захватывать себе структуры по пути набивая тем самым очки мы видим ближе к центру если вы тут стартуете но это еще не все это еще не все задачи это основные задачи для гильдии скажем так чтобы получить награды гильдии но и без них в принципе даже если у вас там гильдия имеет ноль очков ну хотя бы гильдии там не знают 40 уровня пусть не 50 40 вы тоже сможете получить награды плюс есть личные задачи которые тоже дают вам награды сейчас мы теперь возвращаемся к ним это все только награды гильдии теперь мы переходим более простым но тоже важным задачам это завоевание и личные идем на завоевание что здесь не все очень просто под конец сезона уровень гильдии достигает 20 и 40 уровня если гильдия до вас 20 и более вы получаете эти награды купон на выборы с 11 4 30 тысяч монет а если гильдия 40 и выше уже x герой x купон и 50 тысяч монеток то есть гильдия 40 уровня если вы в ней у вас уже есть награда личные достижения здесь посложнее но тоже сам 10 тысяч и не 15 тысяч награды точно такие же на то есть купон x либо на выбор как видите у меня личных сейчас 1680 это на самом деле очень долгоиграющий процесс и очень сложно говорю сразу особенно сделать 15 тысяч это не не путайте сразу говорю не путайте с вкладами в д.д. господи в д.д. в д.м. гильдии потому что у меня видите да допустим лишь 16800 1680 в клана или у меня 64700 видите да я не топ 66 место всего по моим показателям то есть это разные чтобы получить награды гильдии это как в д.д. нужно набить десять к не все и в принципе ты свободен ты уже награды получишь если твоя гильдия наберет определенное количество очков то есть я уже попадаю здесь я уже только вот по очкам я только борюсь чтобы зайти выше и получить допустим ключевые награды топ 19 что довольно таки сложно вот а вот эти вот личные награды личные очки это совсем другое поэтому здесь очень важно не путать как их получать и зарабатывать мы заходим вот сюда в задание где мы с вами были в задании здесь вот эти вот задачи но я думаю всем уже знакомо известно на здесь и там взять плиточки там атаковали рода и так далее повысить форты территорию 316 не взял ленивая жопа ладно влияние так далее вот эти вот кубки видите личные очки достижения вот это ваши личные очки вот те 15000 которые нужно набрать вот вот этими кубками и набираются здесь идет опыт и личные очки это если вы еще не играли в этом только в dd это для вас быть но поэтому их нужно выполнять тут уже сейчас у меня все задания закончились на выдолбить там поступли то каждого каждого типа не каждый там четырех но они были вот поэтому вот эти вот задания нужно выполнять и набрать вот за счет вот этих эти кубков здесь не 15000 ну соответственно никто не отменял сезонные испытания если они у вас активированы там советской особенно то здесь тоже самое еще есть свои задачи да понимаете вот и 50 уровень набить я сюда не лезу это как бы не относится именно более демо это все таки тоже лично но я думаю тоже многие видели сейчас везде запускают вот поэтому по наградам у нас их три типа то что гильдия может получить то что за развитие гильдии 40 уровень надо делать личное достижение 15 то есть ну что я рассчитываю да лично я сделал на топ у меня будет купон x и 50000 монет гильдия у нас 50 уровня то есть у меня будет еще один купон еще 50 и того у меня получается 2x купона 100000 монет здесь наш наград ну допустим да мне там 60 какое-то место я рассчитываю на вот эту награду еще 2x купона этого у меня уже будет 4 купона x у меня будет один на выбор давайте так сделаем 4x 14 с ну тут я не беру и еще 150 тысяч монет на 150 и там было 100 и того у меня еще быть 250к монет за 250к я смогу спокойно взять еще один купон x он стоит 250к и того у меня будет 5x вот покажу магазин 250к можно взять вот это тоже на выбор с 114 до 200 но у меня в принципе надо иксом собирать ядра из выбрал ну и для тех кто интересуется вот то что добавили за серебряные монеты вот здесь они если нажать на золотые появляются я уже все потратил я молодец вот ничего на самом деле особенного ведь есть из себе брал композит и ресурс для улучшения запасной базы боевой пас почет это опыт есть скины можно брать но как бы я потратил все монетки мне хватило чтобы выкупить вот это все если бы это все не выкупать то наверное мне хватило на парочку 3 скинов либо один вот этот вот штурмовый импульс который непонятно чего придает вашей базе но я это все не брал почему потому что это все бесполезно как по мне потому что все в аренду 30 дней 60 дней ну какой в этом смысл я в этом смысла на самом деле не вижу я лучше возьму полезное мне сейчас миллион композитов карта обмена я их спокойно использую следующему этими сразу вот ну здесь понятная базу улучшал по-любому надо брать можно конечно не брать для этого нужно было еще более активно играть и капсулы почеты это просто опыт опыт специальности дд дм это полезная вещь и мне она была нужна и здесь как бы ну я еще кристаллики возможно буду брать вот эти если у меня хватит там хотя бы на разок на 80 штук тоже надо будет и в принципе все то есть на 5 купонов икс я рассчитываю на этой базе другой может на 4 не знаю вот так вот делаются награды то что говорил перед этим насчет допустим разных демов вот у нас два и дома подряд диссидия и вот это вот expansion они у нас наград получается одинаково то есть тот же принцип все та же карта все те же очки и так далее 1 у нас был фракционный там карта еще условно делилась условно делилась пополам на север на юг и там были немножко другие награды и для гильдии и для еще возможно чего-то потому что нет пол для гильдии ну в общем суть была в чем там была победившая фракция и проигравшая фракция вот и соответственно тех у кого проигравшая фракция у нас тоже награды были чутка похуже ну как минимум на один купон всегда было меньше и у победивших фракции больше плюс была награда за фракцию то есть если я был во фракции победителя просто находился на карте да там допустим севера который победил мне тоже уже выпадала ли там была такая вот уже отдельная вкладка вот здесь их было помню 4 награда фракции то есть как завоевание гильдии там 40 уровень так и фракции то есть победит в ваша фракция победила вам x-купон ваши фракции проиграла вам обычно такой с 114 все тот же принцип те же города те же очки и вот тот же центр мира но вот еще вот такая вот была дополнительная опция вот как бы как по мне больше наград потому что я там иксов получилось ли не ошибаюсь 5 и еще 2 я докупил то есть это было около 7 x купонов за сезон и дольки неплохо но мне тоже там под 500 тысяч или больше вот поэтому ну вот так вот то есть подытожим да у вас есть личное задание где нужно набрать 15 тысяч лично есть задание гильдии где нужно просто выполнять определенные несложные задачки если где активное выполнить есть общая гильдия до награды которые могут получить где r5 будет отправлять есть завоевание гильдии то есть развитие все но 15000 сделает я думаю ну все вот вот так вот нужно будет выполнять эти задачки и захватывать все необходимые структурки за счет них да то есть ну вот просматривайте сколько очков даю тонкие бонусы и сколько хп и так далее вот тем кто говорю сразу вот видите есть вот такая вот награда тем кто первый раз гильдия которая впервые захватывает какую-либо структуру она тоже получать награду за первый захват здесь видим захватывали не мы первый раз другая гильдия вот их урон ну они там получают определенное количество монет критик тут немного на самом деле вот там 150 монеток или монет ресурс и так далее то есть ну вот такого плана мелочь но если в вашей или активное первое идет на захват и всех структур то тоже еще получите там уже лишние 10 15000 можно собирать вот видео так затянулся ребят это все следующее видео будет про награды над вскрытие этих купончиков весело веселье веселье и как много я получу ненужных x-героев вот поэтому всем удачи всем счастливо пока пока